Если согласился с утверждением, что основа успехов этого года – достижение года прошлого, то перспективы выглядят оптимистично. Несмотря на проблемы, связанные в первую очередь с пандемией коронавируса и, как следствие, закрытием рынков, экономика Гомеля продемонстрировала достаточно высокую жизнеспособность. Всего несколько цифр. Рентабельность продаж в промышленности – почти 9%. Это самый высокий показатель среди областных центров. При этом, в сравнении с 2019-м, складские запасы сократились на треть. Пожалуй, самые значительные проблемы связаны со снижением экспортных поставок, хотя и этому есть объяснение. Наши субъекты хозяйственного города сработали в плюс. Единственный показатель, который не смогли выполнить – это экспорт товаров. Это естественно, потому что, к сожалению, были ограничения и у наших соседей, и в дальнем зарубежье, поэтому несколько снизился уровень экспорта товаров. Но, тем не менее, выполнены и объемные показатели по производству продукции, очень важный показатель по привлечению иностранных инвестиций, значительно даже перевыполнен по отношению к заданию. История не терпится слагательного наклонения, и поэтому вопрос, нужно ли было останавливать предприятие в период пандемии, можно отнести к риторическим. Во всяком случае, рост среднегородской зарплаты на 14% и рекордно низкий уровень безработицы в 0,1%. Говорят о том, что мы выбрали правильную стратегию. Пример наших соседей очень наглядно показывает, насколько сократился валовый внутренний продукт, скажем, и в той же Литве, и в Польше, и в Украине в том числе. Буквально свежую информацию я сегодня смотрел в интернете. Выложили, что каждый десятый субъект хозяйственной России предупреждает, что в случае продолжения этих карантинных мероприятий он тоже вынужден будет прекратить свою деятельность. То есть вот благодаря тому, что мы не свернули, вернее не вводили таких жестких ограничений, карантинных ограничений, как сделали наши некоторые соседи, то в принципе можно говорить о том, что экономика наша успешно прошла этот период. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в этом году в Гомере будет создано 76 промышленных предприятий. Планы тем более реальные, что в 2019-м открылись 82 производства. Конечно, это не гиганты, но у малых предприятий есть несомненный плюс – они быстрее реагируют на изменения на рынке. К тому же такие предприятия могут стать серьезными партнерами флагманов промышленности, изготавливать для них комплектующие, которые сейчас закупаются в других странах. Они на сегодняшний день ничем не уступают и другим формам собственности, в том числе государственной. По ряду позиций, наоборот, даже более активно развиваются. Вот может быть такой универсальный показатель – вклад субъектов хозяйствования от каких-то форм собственности в формирование бюджета. Так вот, на сегодняшний день, по итогам 2020 года, вклад частного, среднего, малого предпринимательства формирования бюджета города составил 27%. Достигнутые в прошлом году достаточно высокие экономические показатели позволяют утверждать, что запланированный на 2021 год рост промышленного производства – выполнимый показатель. Тем более, что в планах города модернизация предприятий с перспективой выпуска более конкурентоспособной продукции. При том, что и сегодня гомельчанам есть что предложить как на внутреннем, так и внешнем рынках. Основу, конечно же, составляют продукция наших промышленных гигантов – это волоемкие предприятия города, это сельскохозяйственные машины и оборудование, это те же химические удобрения, это стекло листовое, гомель-стекло производимое. Ну и, разумеется, экспорт услуг, если мы говорим про него, это услуги транспорта, IT-сфера развивается успешно в городе. Вот, пожалуй, это основное. По большому счету, конечная цель развития промышленности – повышение благосостояния гомельчан. Гарантированные рабочие места и достойная зарплата. С одним условием – она должна быть действительно заработанной. Рост благосостояния наших граждан, сейчас имею в виду рост уровня оплаты труда, и второе, одно из важнейших направлений – это инвестиционная деятельность и дальнейшее развитие наших предприятий. Разумеется, мы никуда не уходим от темы роста загрузки производственных мощностей и объемов выпуска промышленных наших предприятий, организаций, их финансовую эффективность деятельности, объемы реализации. От этого тоже мы понимаем, что опосредованно зависит. Строительство школы и детского сада, открытие лечебно-диагностического центра, проведение открытых конкурсов для поддержки талантливой молодежи, мероприятия, посвященные Году народного единства и проведения 10-го международного фестиваля хореографического искусства «Сорский хоровод». В этом году у Гомеля большие планы. При успешной работе промышленной сферы и бюджетном наполнении реализовать их будет вполне реально. В принципе, я считаю, что несмотря на все сложности этого периода, которые, еще раз повторюсь, вызваны пандемией коронавируса, тем не менее и экономика нашего региона, и социальная сфера нашего региона, они работают устойчиво, видна динамика к развитию. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.